Доброго времени суток, меня зовут Мудрый Ёж, и заключительное видео по Team Fortress 2 я решил посвятить недостаткам этой игры. Как и в случае с Dark Souls 2, Scholar's First Sin, стоит сразу оговориться, что Team Fortress 2 мне очень нравится, и что я всё равно в него играю, и всё равно буду продолжать в него играть, несмотря на эти недостатки. Но, как бы то ни было, я считаю, что не будь этих недочётов, моё пребывание в этой игре было бы более комфортным. Однако, в отличие от второго Dark Souls, на который разработчики забили сразу после выпуска переиздания, и недостатки которого уже состоявшийся и неизменимый фактор, Team Fortress 2 до сих пор активно поддерживается и меняется. Поэтому, если что-то из показанного видео в дальнейшем вдруг изменится в лучшую сторону, на самом видео будет сделана соответствующая аннотация. Ну, а пока этого не произошло, выделю те моменты, которые раздражают лично меня, а может быть и не только меня. Итак, начнём. Фри-то-плейная модель распространения. Первый недостаток, наверное, никого не удивит, а если же для вас это не является недостатком, то, скорее всего, вы просто играли чуть меньше, чем я. Я, в принципе, ничего не имею против условно-бесплатной модели распространения. Игры, в которых вкладывание денег в неё, дело сугубо личное. Сам периодически люблю полетать и покататься в War Thunder. Несколько часов даже пробегал Marvel Heroes, правда, потом снес её к чертям после пары полугиговых обновлений, которые решили загрузиться без моего ведома в самый неподходящий для этого момент. Ну, а Team Fortress 2 – это командный шутер. Подчеркну это слово – командный. Успех абсолютно каждого матча зависит от того, насколько эффективно и слаженно будет действовать ваша команда по отношению к команде вражеской. И проигрывают зачастую именно та команда, участники которой занимаются непонятно чем. Конечно, кто-то может сказать, мол, ребята играют в своё удовольствие, они перед тобой ничем не обязаны, но, черт бы побрал всех, кто так говорит, я тоже играю в своё удовольствие. Но я, получая удовольствие от игры, не разглядывая чужое раздолбайство или бесполезность, а активно принимая участие в приведении своей команды к победе. Лично для меня нет никакого удовольствия играть за проигрывающую команду, которая даже не пытается найти выход из своей тяжёлой ситуации. Ровно как и нет никакого удовольствия играть за побеждающую команду, которая третий раз подряд устраивает своим соперникам лютый базрейп, не давая им продвинуть вагонетку даже на метр. И когда ты пишешь таким людям, ребята, прекратите базрейпить, дайте им шанс, тебя обычно посылают. И на 99% такому количеству неадеквата, раздолбайства и бесполезности мы обязаны именно к фритуплейной модели распространения игры. Конечно, кто-то, например, может сказать, а не охренел ли ты упрекать игру в бесплатной модели распространения, когда ты сам взял её бесплатно? Как вы все знаете, по первому видео из середины 2011 года, Simforters 2 распространяется только бесплатно и будет добавлен в библиотеку любого, кто загрузит её со страницы в магазине. Но дело в том, что до декабря 2015 года мне не было никакого дела до этой игры. По её скриншотам я видел, что там творится полнейшее безумие. Во всех пабликах и топиках игру обзывали симулятором шапок. Безумия мне хватало и в других играх, а шапок мне хватало и в реальной жизни. Никаких веских поводов устанавливать Simforters 2 у меня не было. Но в один прекрасный момент, на скидках я купил Orange Box за каких-то 75, если не ошибаюсь, рублей. Для меня это в первую очередь был хороший повод перепротив Half-Life 2 со всеми эпизодами, что я практически сразу же и сделал. Однако, как все вы знаете, Simforters 2 тоже входит в сборник Orange Box и тоже был добавлен ко мне в библиотеку. То есть, говоря простым языком, мне не было никакого дела до Simforters 2, пока я не потратил деньги на покупку Orange Box. Так что формально я его все-таки купил, хотя фактически мог взять бесплатно абсолютно в любой момент. Но опять же формально нет ничего плохого в такой модели распространения. Печалит лишь то, что именно она привела такое количество дегенератов, которые портят игру другим. Поэтому для себя я установил четкое правило не заходить в игру без друзей. Даже если ваша команда будет настолько жестко тупить и очень жестко сливаться вместе с одним или несколькими друзьями, ваши шансы на реванш будут гораздо выше. Матчмейкинг и автобаланс. Второй недостаток буквально вытекает из последнего тезиса первого. Если вы всерьез решили поиграть в эту игру с друзьями, не удивляйтесь тому количеству проблем, которые могут возникнуть из этого решения. Система распределения игроков по командам работает сугубо с целью максимального баланса между ними. То есть, если например при входе в игру в красной команде будет 11 человек, а в синей 9, вас конечно же кинет в синюю. И в этом нет по сути ничего плохого, если речь идет о моменте первого захода на сервер. Вы и ваш друг заходите в заведомо наименьшую по численности команду и пытаетесь за нее сражаться. Но система автобалансировки работает постоянно по ходу всей игры. Если в ходе одного раунда в команде противника внезапно стало меньше людей, игра сама, без вашего ведома, перекинет любого игрока из вашей команды во вражескую. И может случиться так, что этим счастливчиком будете именно вы. Когда я играл один, мне было плевать, какого цвета на мне майка, красная или синяя. Кроме одного важного но. Если я приложил огромное количество усилий для того, чтобы моя команда победила, автопереход в противоположную команду за 20 секунд до конца раунда, конечно же, вызовет огромную бурю эмоций и восторга. И поверьте, такие случаи тоже были. А когда я играю с друзьями, мне, мягко говоря, не импонирует, что я по ходу игры должен бегать с вражеской командой. Отличным решением этой проблемы было бы, например, создание отрядов в рамках одной команды, как, например, это сделано в Battlefield. Но и там нахождение в одном отряде с вашими друзьями также не гарантирует, что вас не прибросит во вражескую команду автобалансом. Помимо того, что такая корявая автобалансировка происходит по ходу самого раунда, она в обязательном порядке происходит после каждого раунда, что опять вызывает необходимость тратить время на переход обратно. Но и это не самое страшное. Если какая-нибудь команда будет проигрывать, ну, очень сильно, сугубо по своей вине, не удивляйтесь, что какой-нибудь умник воспользуется страшным и всепобеждающим заклинанием, которое называется перемешать команды. От себя могу добавить, это самое дебильное и самое нечестное, что есть в этой игре. Абсолютно любой может проголосовать за это, и достаточно будет, например, того, что та команда аутсайдеров составит наибольшее число положительно проголосовавших, и все это приведет к рандомному перемешиванию участников обоих команд между собой и полному сбросу всего прогресса предыдущего матча, каким бы он ни был. Вы не представляете, сколько тон ненависти потом льется в чат от представителей команды, которая до этого момента вполне себе честно побеждала. И их прекрасно можно понять. Играть на сервере, в котором абсолютно любой одаренный может по своей прихоти сбросить весь прогресс матча, решать только вам. Баланс между классами. Речь сейчас не будет идти о том, какие пулеметчики жирные, какие поджигатели дисбалансные и какие шпионы сволочи. Речь о том, что на протяжении игры внутри команд нет никакого ограничения по использованию одинаковых классов. И в большинстве случаев это приводит к очень печальным последствиям. Купе с желанием стандартного фритуплейного игрока из пункта 1 играть в свое удовольствие, он будет, конечно же, играть тем классом, который приносит удовольствие лично ему, а не тем, например, который сможет помочь своей команде. К примеру, некоторые любят и умеют играть за шпиона, но почему-то до многих таких французов не доходит, что 6 шпионов на команду из 10 человек – это явный перебор. А выбрать другой класс, наверное, религия не позволяет. Та же ситуация, например, с поджигателями. На узких и тесных картах вы мало что сможете противопоставить даже одному поджигатель, а теперь представьте, что их 3 или 4 одновременно бегут по коридору. Ну или 5-6 скаутов могут за 2 минуты принести своей команде победу в режиме захвата контрольных точек, особенно если учесть, что последняя контрольная точка и так захватывается быстро. И не помогут в этой ситуации даже 5 инженеров, построивших на точке 5 турелей, тоже довольно распространено на контрольных точках и захвате чемодана. Элементарным решением этой ситуации было бы внедрение лимита на количество представителей каждого класса в команде. И из-за того, что классов 9, а максимальное количество человек в команде 16, не думаю, что возникли бы серьезные проблемы от того, что вы не сможете поиграть любимым для вас классом. Но такой системы нет, и посему нет никакой управы на большое количество игроков, выбравших одинаковый класс в ненормальном его количестве на общее число человек в команде. Баланс оружия. Очень важный момент игры, и тем не менее, пожалуй, один из самых основных ее недостатков. Как и в предыдущем пункте, я не буду говорить о том, что какое-то оружие чересчур дисбалансное, и его нужно срочно фиксить. Или что я, например, не уважаю поджигателей с влагистанаторами или солдат с черными ящиками. Речь пойдет немного о другом. Дело в том, что Team Fortress 2 имеет действительно большое разнообразие оружия. Конечно же, никакой кастомизации и обвесов, которые мы можем увидеть в других актуальных сетевых шутерах последнего времени, здесь нет. Однако разное новое оружие выпадает каждому классу просто по ходу игры. В среднем примерно по 10 предметов на каждые 10 часов игры в неделю. Обнуление щучика проходит в полночь каждого четверга по лондонскому времени. Кроме этого, определенные предметы выпадают за выполнение набора достижений за каждый класс. В Steam они так и называются. Например, разведчик этап 1, 2 или 3. То есть, после определенного количества выполненных достижений за класс, вам гарантированно выпадает определенный предмет к этому этапу. Но дело в том, что каждый такой предмет имеет свои определенные достоинства и недостатки, которые доступным языком указаны в описании этого предмета. И ситуация складывается таким образом, что одни и те же классы зачастую используют только одно какое-то понравившееся им оружие, полностью игнорируя другое из-за его бесполезности. А если кто-то его и использует, то только в качестве полевых испытаний или же чтобы выполнить связанное с этим оружием достижение. В остальных же случаях практически большая часть выпадаемого оружия валяется в рюкзаке неиспользуемой. Но самое забавное в этой системе то, что опытные игроки, испробовав большое количество разных вариантов сборок и билдов, понимают, что в этих предметах зачастую минусы превалируют над плюсами. И в конечном итоге они возвращаются к использованию стандартных предметов по умолчанию. Потому что только у них нет никаких модификаторов, которые бы уменьшали скорость игрока, урон или скорострельность. И ими можно пользоваться в совершенно любой ситуации и с наличием любого игрового опыта. То есть при таком огромном разнообразии выпадаемых вещей, люди в конечном итоге все равно приходят к предметам по умолчанию. Многие могут подумать, что тут дело в игроках, но лично я считаю, что дело тут напрямую в предметах. Но самое главное, что нужно уяснить из этого тезис, я ни в коем случае не упрекаю игроков за то, что они используют те предметы, к которым привыкли за долгие часы проведенные в игре. Просто я считаю, что система выпадения и классификация предметов, присутствующая сейчас, не совсем удобная и не совсем адекватная. Повторюсь еще раз, сугубо на мой взгляд. Какие вы предметы будете выбирать для комфортной игры, дело исключительно ваше. Слишком много дробовиков. Я думаю, абсолютно каждому известно, что дробовик это оружие сугубо ближнего боя. А теперь посмотрите на все классы, представленные в игре. У двух из них дробовик является основным оружием, у еще трех дополнительным. То есть больше половины классов в игре, так или иначе, имеют дело с дробовиками. Когда как автоматического дополнительного оружия в игре практически нет. ППМ и шприцемет не в счет, сугубо по причине своей бесполезности. Теперь же рассмотрим это оружие, применимо каждому из имеющих его классов. Обрезы скаута наносят большой урон любому противнику, до которого тот сможет добежать. Но имеют в запасе не очень много патронов. Собственно, опытному разведчику не заставляет никакого труда быстро подбежать к противнику, быстро всадить ему магазин в лицо и также быстро от него свалить. Но разведчик-новичок, при своем-то низком уровне максимального здоровья скаута как такового, в попытке добежать до цели с большей вероятностью погибнет, нежели проведет удачную атаку. Но выбора у него все равно нет. Кроме обреза, он все равно в первый слот ничего не экипирует. А пистолетом или метательным топором он все равно много проблем противнику не создаст. Инженер же с дробовиком выглядит очень логично. Хотя бы потому, что основную работу за него должна делать турель, а дробовик нужно использовать только в самых крайних случаях. Например, когда турель разворачивается или когда ее уже разобрали. К тому же некоторые дробовики инженера дают хороший бонус, зависящий именно от построек или влияющий на них. Например, дробовик-самосуд, дающий гарантированный крит дробовику за каждое убийство турели, после уничтожения собственно самой турели. Или спасителя, который может чинить постройки на расстоянии. Так что, на мой взгляд, инженер это единственный класс, которому дробовик точно необходим. Перейдем теперь к тем, у кого дробовики находятся во втором слоте оружия. Солдат. Основное оружие которого это ракетомет. Дробовиком пользуются, когда противник находится на таком расстоянии, при котором выстрел ракеты причинит больше проблем самому солдату, нежели противнику. В принципе, тоже можно понять и принять. В конце концов, опытные солдаты вообще мало кому позволяют к себе подойти. Но в качестве инструмента самообороны дробовик вполне сгодится. Сам же я чаще использую благочестивый Бизон, из-за его хорошей способности пробивать врагов насквозь. Но это на крайний случай. Со всем остальным отлично справляется и ракетомет. Два других класса вообще непонятно, каким местом получили от разработчика дробовики. Во-первых, поджигатель. Деятельность которого сугубо ближний бой и атака на область своим огнеметом. К чему ему давать стрелковое оружие ближнего боя, при том, что для этого есть огнемет? Честно говоря, только для одной ачивки. Добить подожженных врагов дробовиком. Ну и для действий под водой. Но в Team Fortress 2 не так много карт, где может в полной мере развернуться подводная баталия. Тем более с участием поджигателя. Поэтому, зачастую, пира можно увидеть с ракетницей. Поджигать противников с расстояния гораздо полезнее, чем бить их в ближнем бою с дробовика. Во-вторых, пулеметчик. Эффективность пулемета возрастает в зависимости от сокращения дистанции до цели. Один вопрос, зачем пулеметчику дробовик при такой убойности пулемета вблизи? Только разве что, когда патроны в пулемете закончатся. Но опытный Хэви редко этого допускает. Гораздо более рационально во второй слот брать бутерброд, которым можно подлечить себя или союзника. А теперь самое смешное. Касательно абсолютно всех классов Team Fortress 2, имеющих дробовики. Так как это оружие сугубо для ближнего боя, не будет ли эффективнее воспользоваться именно третьим слотом? Конкретно оружием ближнего боя, чем пытаться в торопях стрелять прицельно в противника на расстоянии вытянутой руки. Подумайте над этим перед тем, как проводить экипировку второго слота у названных выше классов. Подача сюжета. Бультяшный рисованный мир Team Fortress 2, полный ярких красок и крови, плюс ко всему прочему, имеет весьма карикатурный, но тем не менее интересный сюжет, который к тому же развивается и по сей день. Однако стоит оговориться для любителей поспорить о трактовке терминов, что именно можно считать сюжетом как таковым, а что нет. Любой сюжет обязательно должен иметь одного или несколько главных героев, мотивацию каждого из них, а также их конечные цели и закономерный для каждого из них итог. Например, любая игра из серии ТС или популярные в последнее время Ведьмаки этим правилам следует. Сюжет разжевывается так тщательно и скрупулезно, что в него можно особо и не вникать. И так большинство из показанного понятно. В Dark Souls'ах же, например, наоборот, подача сюжета минимальна, из-за того, что многими она непонятна, неочевидна и как следствие многими не замечена, ведь и самые многие считают, что сюжета там нет, несмотря на то, что главные герои, мотивация, цели и дальнейшая судьба здесь уже присутствуют. Но это ролевые игры. А что насчет сетевых шутеров? Большинство популярных представителей этого жанра имеют в своем наличии одиночную кампанию. Прямо она служит для того, чтобы научить игрока основам геймплея перед тем, как он запустит мультиплеер. Косвенно же одиночные кампании служат для того, чтобы игрок понял, в какой вымышленной вселенной происходят все события, в которых ему придется принять участие. Например, Call of Duty с самой первой части, а затем серия Modern Warfare и последние выпуски, все имели не совсем продолжительную, но все-таки одиночную кампанию. Серия Battlefield же, напротив, только с недавнего времени начала активно вставлять в свою игру заскриптованный тир. Также немного, но все-таки знакомят игрока с сюжетными предпосылками всего того, что происходит на экране. А теперь вернемся к Team Fortress 2. Одиночной кампании здесь нет и никогда не было, но тем не менее, какие-то сюжетные события здесь происходят. И тогда мы возвращаемся в самое начало разговора, когда речь шла о том, что такое сюжет, а что такое внутриигровая вселенная. Так вот, как такового сюжета здесь нет. Нет ни главного героя, ни мотивации, ни конечной цели, но внутренняя вселенная очень насыщена разными событиями и действиями. Но самое смешное и по сути то, почему я считаю это недостатком, об этих событиях, происшествиях и действиях в самой игре вы никак не узнаете. Просто запуская игру, вы никогда не узнаете, почему именно синяя команда всегда пытается взорвать базу красных с помощью вагонетки. Почему так важно украсть вражеский чемоданчик с документами? И что это за волшебный Австралий, который мы отправляем на ракете и который потом равняет землей вражеский штаб? Никакой подачи сюжета, объяснений происходящего и прочего, что хоть как-то знакомило бы игрока с внутриигровой вселенной здесь нет. Весь сюжет, если он вам конечно интересен, в частности история мира, предпосылки противостояния красных и синих, цели администратора, можно узнать только благодаря сторонним ресурсам, такими как комиксы или тематические мультфильмы. И это было бы например логично, если бы игра была следствием уже созданной вселенной, как например Warhammer 40 000, в которой по играм, особенно по играм серии Dawn of War, вообще ничего не поймешь, пока не почитаешь пару тысяч страниц истории вселенной. А здесь же напротив, мультфильмы и комиксы являются следствием созданной вселенной. Разработчиками это объяснялось так, что они изначально вообще не парились по поводу сюжета. Он возник сам собой, постепенно рос, развивался и комиксы стали отличной его подачей. То есть, для того, чтобы я понял, какого черта происходит на экране, я должен сворачивать игру и листать соответствующие комиксы? Здорово, но если вы настолько лениво, что вам хватает того, что ваш сюжет подается только так, почему бы не вставить уже вышедший в свет комиксы в меню игры, чтобы с ними мог познакомиться каждый? Конечно, многие фанаты могут со мной не согласиться, но лично я считаю это халтурой. Когда такой богатый и насыщенный внутриигровой сюжет в самой игре никак не раскрывается, отличным решением этого недостатка было бы включение в игру каких-нибудь сюжетных твистов или специальных миссий с последовательными скриптами. Не одиночная кампания, а такие же сетевые матчи, только с определенной сюжетной подоплекой. Если кто-то считает, что это невозможно, запустите Titanfall и посмотрите, как при отсутствии одиночной кампании можно засунуть последовательный сюжет в сетевую игру. Однако с учетом того, что Валов забирает огромные прибыли с продаж ящиков, ключей, предметов и контрактов, не думаю, что они когда-нибудь сподобятся привнести в игру настолько существенные изменения. Комьюнити, к сожалению, и так все устраивает. На данный момент это все, что мне не нравится в Team Fortress 2. Если вы имеете точку зрения отличную от моей, буду рад прочитать ее в комментариях под этим видео. Ну а пока, благодарю всех за просмотр, с вами был Мудрый Ёж, живите долго и процветайте. Субтитры создавал DimaTorzok